Итак, на Украине убит лидер правого сектора Александр Музычко. Также он известен как Сашко Билый. В распоряжении LifeNews есть эксклюзивное видео с места событий. Эти кадры мы не рекомендуем к просмотру людям со слабой психикой, а также просим родителей увести детей от экранов. По информации LifeNews Музычко погиб от двух огнестрельных ранений в грудь. Одно из них прямо в сердце. Убийство произошло в селе Бармаки Ровненской области. Рядом с кафе Три Карася. Следователи обнаружили на территории заведения несколько гильз, предположительно от пистолета Макарова. По информации очевидцев, неизвестные затащили Музычко в машину. Через некоторое время его в наручниках выкинули из машины и дважды выстрелили. От полученных травм он скончался на месте. В прокуратуре Ровненской области нам подтвердили, что на месте было обнаружено тело с огнестрельными ранениями. При нем находился паспорт на имя Александра Музычко. Украинские издания опубликуют возможные версии произошедшего. По одной из них около полуночи неизвестные приехали на трех микроавтобусах и зашли в кафе, где и находился лидер радикального движения. Местная пресса пишет, что сначала неизвестные выключили свет, а потом клиенты кафе слышали только взрывы петард. Всех посетителей заведения вывели на улицу. На лидера правого сектора надели наручники, затем избили его и двух охранников. После этого люди услышали выстрелы. Украинский журналист в своем фейсбуке пишет, что якобы захватывать музычку приехали 30 человек. Они вытащили мужчину из стола и надели наручники. При этом радикалову прострелили ногу, а затем дважды выстрелили в сердце. Кроме того, по разным данным, нападавшие похитили несколько человек, в том числе трех активистов правого сектора, которые охраняли музычка, а также директора Ровненского центра занятости. 20 лет назад в Чечне его звали Сашко Билый. В середине 90-х Александр Музычка сражался на стороне боевиков. Задача одна – убить как можно больше российских солдат. Эта видеозапись, на которой украинец признается в том, что он воюет на стороне боевиков, стала основанием для возбуждения уголовного дела. По словам свидетелей, музычка лично зверски пытал и убивал солдата-офицеров, попавших в плен к боевикам в ходе штурма Грозного. Прямо перед глазами стоят спорутые животы наших солдат. Значит, в районе минутки мы обнаружили расстрелянных ребят во дворе одного из домов, во скрытых животах, которых копались кошки. Вы представьте, какое у нас было после этого настроение. То есть я нисколько не сомневаюсь, что среди тех негодяев у Наунсо и Упа был и этот так называемый Билый. Музычка ломал пальцы, выкалывал глаза, вырывал зубы и ногти российским военнослужащим. В Грозный музычка прибыл в 94-м, руководил отрядом украинских наемников. Позднее его лично наградил Джохар Дудаев орденом Герой нации. У лидера чеченских националистов Сашко Билый ходил в телохранителях. Несмотря на успехи в постижении Корана, чеченские боевики с наемниками из Украины практически не общались. Однако огонь по федеральным войскам братья из Украины ввели исправно. И, по словам Музычка, собирались повторить этот сценарий на родной земле. Плевать, мы хотели на всякие ФСК, на ЦРУ, на украинские СБУ. Мы проживем эту войну. Что нам там остается на Украине бояться? Мы пройдем и наведем порядок на Украине. Теперь на Украине Музычка делает то, о чем говорил 20 лет назад. Наводит свои порядки. Занялся бизнесом, неоднократно фигурировал в уголовных делах, был судим за похищение человека. Это видео в конце февраля обошло весь мир. Александр Музычка избивает прокурора одного из районов Ровенской области. Несколькими днями ранее боевик пришел с автоматом Калашникова на заседание областной администрации. Позже в эксклюзивном интервью Live News Музычка признался, оружие из рук никогда не выпускает. Я всегда подружу с бровью. Я не пришел с автоматом Калашникова на сессию в облраду. Я всегда с ним хожу. Я с ним ем и я с ним сплю. И не только с автоматом Калашникова. Я всегда хожу с оружием. Нам оружие дала в руки революция. Жена Карпенко, Людмила Клуженко. Live News.